В одном из приграничных районов Волынской области при помощи беспилотников аэроразведки украинские военнослужащие обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника. Ее задача уничтожить объекты энергетической инфраструктуры и совершить теракты, чтобы вызвать панику среди мирного населения. Такая легенда учений для бригады Волынской ТРО. На место обнаружения диверсантов направляют один из стрелецких взводов. Выдвигается группа Чарли, за деревьями проходит и занимает позицию. На поступах к противнику военнослужащие разбиваются на несколько групп. Мы оценили, где у нас засел противник. Вышли тремя отдельными группами, заняли участки, которые заранее определили, заняли выгодные для нас позиции. Тогда уже по команде, когда все подразделения видели противника и могли сосредоточенным огнем его погасить, совершили огневое поражение. Начинается бой. Трое украинских военнослужащих получили ранения. Помощь раненому. Группа эвакуации приготовится. Группа прикрытия кроет. Раненым оказывают первую помощь медики подразделения. Под прикрытием их эвакуирует безопасное место. Прикрываю. Выходи. Во время боя военнослужащие территориальной обороны уничтожают всех диверсантов. Будет працевание. Так, пошли. Отработка боевых действий в сложных условиях – это может быть в любом месте. Может быть в полевых условиях, может быть в городе, в лесу. Один из этапов отработки сегодня. Могу сказать про свою группу, которая состоит из 14 человек. Все отработали слаженно. Есть на кого положиться. Такие учения для украинских военнослужащих специально проводят в условиях, максимально приближенных к реальным. При этом на случай вооруженной агрессии со стороны Беларуси стараются отработать все возможные сценарии. В этом подразделении сейчас служат те, у кого немалый опыт участия в военных действиях. И в войсках служил, и в миротворческих миссиях ООН служил, и в спецподразделениях проходил службу. Потом в Свитязе, нашим добровольческом, с 2014 по 2017. А теперь пришлось снова забыть, что я уже заслуженный пенсионер и взять в руки оружие. Хотя пальцы все помнят. Мы у себя дома, мы себя защищаем. Мы не воюем с Псковом или с Москвой. Мы мотивированы. Мы знаем, за что мы воюем. Сейчас северная граница Украины под надежной защитой, уверяют украинские военнослужащие. Территория укреплена, заминирована и под постоянным наблюдением украинских сил обороны. Анастасия Лисова, Денис Филюк из Волынской области для телеканала Freedom.